Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в программе Подоплёка мы опять изучаем закулисье событий. Недоучившийся студент или гуру юриспруденции? Романтик Атмады или самый богатый еврочиновник? Душа компании или затворник? Кто он такой? Наш новый президент Эггел Левит. Сегодня об этом расскажет руководитель первого после восстановления независимости Латвии нового правительства Кабинета Министров Валдиса Бирковса руководитель пресс-службы этого правительства, а ныне директор Института Национальных Ресурсов Сергей Анцупов. Добрый день! Добрый день! Директор Балтийского форума Александр Васильев. Добрый день! И я автор программы Людмила Прибыльская. Телефон на прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9 Звоните в студию и задавайте свои вопросы о нашем новом президенте и тех мифах, которые связаны с этой фигурой. Итак, на прошлой неделе новоизбранный парламентом президент принес свою клятву и получил ключи от Рижского замка. К этому государственному посту он шел долгие годы. И в последние две президентские каденции его имя уже называлось среди кандидатов, но он не прошел. Его избрание в латвийском обществе воспринято противоречиво. Для некоторой части латышских избирателей он и народец, хотя и позиционирует себя как латыш. Ведь он не только родился в еврейской семье, но и воспитание получил преимущественно за рубежом в Германии. Сторонники Левита упирают на его европейский опыт и заслуги в составлении Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики и пресловутой преамбула Конституции, утверждающей Латвию как государство латышского народа. И европеизированные соотечественники произносят имя Левита как судьи Европейского суда по правам человека и видного законника. Однако, накануне голосования в парламенте по кандидатуре нового президента была опубликована статья академика хабилитированного доктора права Юриса Буэрса «Ясные и неясные вопросы и мифы о кандидатах на должность президента государства». Ну, на самом деле ни о каких других кандидатах, кроме Левита, в этой статье не говорилось. И в ней автор развенчивает ряд стереотипных мнений и мифов о кандидате в президенты. Во-первых, отец Эйгела Левита вовсе не был антисоветчиком и диссидентом. На деле он активно сотрудничал с советской властью, буквально с создания Латвийской СССР в 1940 году. Тогда Юнас Левитц был назначен уполномоченным в торговом предприятии Давида Мушки Рига, улица Антонис, дом 7. Эйгел Левитт объяснил это тем, что, будучи инженером на этом частном предприятии, отец принял на себя обязанностью уполномоченного советского правительства по знакомству. Однако он также был назначен уполномоченным и на другом предприятии Лефа, которое принадлежало Запуга и Шомерсу. Давид Мушки был депортирован из Латвии 14 июня 1941 года и 3 августа скончался. Про владельца предприятия Лефа сведений нет. В начале Великой Отечественной войны Юнас Левитц смог эвакуироваться в восточные районы СССР и благодаря этому выжил во время Холокоста в Латвии. Второй миф, который завенчал Юрис Буэрс, это о том, что выдающийся правовед Левитц на самом деле не имеет высшего образования ни в юриспруденции, ни в политологии. Как же человек без высшего образования 24 года провел в европейских судах? Очень просто, объясняет Юрис Буэрс. Критерии выдвижения кандидатов в состав Европейского сада вовсе не высоки. Для этого достаточно единогласного решения правительства страны-участницы по гандидатуре, чья независимость не вызывает сомнений и которая отвечает квалификации для юридического поста аналогичного уровня в делегировавшей стране. Даже ученой степени требуется. Кстати, и для должности президента в этом тоже нет нужды. По собственному признанию Левитта он наполовину политолог, наполовину юрист. В Гамбургском университете он не окончил ни одного из курсов полностью. В 1983 году он получил должность помощника юриста, а в 1989 асессора, что не соответствует ни бакалаврской, ни магистерской степени. Напоминает об этом нам опять-таки Юрис Буэрс. Ну, это единственный, как он гордился на момент провозглашения Декларации независимости доктор советский доктор юридических наук. Сейчас это хабилитированный доктор наук, доктор права. И тогда же, в 90-е годы, он сначала стал членом корреспондентом Академии наук, а затем и действительным академиком. У него нет также степени доктора наук и профессорского звания, что не позволяет ему претендовать на статус выдающегося юриста, говорит Буэрс. На отделении политических наук факультета социальных наук и философии Гамбургского университета он получил диплом в политологии, а звание почетного доктора права Латвийской академии наук он получил по блату, считает Борсь, так как у него нет фундаментальных монографий в юриспруденции, ни одной. Как же деятели Атмада нашли Эгела Левита в Германии? Об этом сейчас практически не говорят. Однако наш сегодняшний гость, директор Балтийского форума Александр Васильев имеет на этот счет свои воспоминания. Александр, как это было? Ну, надо, во-первых, сказать, что вообще после такого вступления, я вообще не знаю, как мы избрали вообще такого президента, да? Вот. Я думаю, что, ну, наверное, все-таки где-то посередине мнение господина Буэрса, которого я очень уважаю и ценю, и, наверное, реальная ситуация. Но дело, наверное, не в этом. Надо учесть, что 20, уже, получается, 7 лет тому назад была совершенно другая страна, совершенно другие условия. И тогда многое начиналось с того, что вот мы собрались, куда-то поехали, или мы собрались, порешали, и казалось сейчас, вот если бы сейчас очень серьезные, серьезные какие-то проблемы государственного масштаба тогда решались очень на коротке. И в этом случае я могу только вспомнить одну небольшую нашу поездку в Европу, значит, в Брюссель, на форум миролюбивых сил, тогда это было очень модно, в компании двух юрисов, выдающихся юрисов, я в этом случае абсолютно не кривлю душой, это юрис Розенвалдс, тогда профессор философии, и впоследствии многолетний декан факультета общественных наук, и председатель комиссии, если я не ошибаюсь, Сергей, по иностранным делам, юрис Бойерс Верховного Совета Латвийской Республики, на тот момент он был лидером партии, демпартии труда, бывших независимых коммунистов, так называемых. мы поехали на машине Юриса Бойерса, это отдельный разговор, наверное, но было интересно, что мы по пути поехали не напрямую в Брюссель, а завернули в Бонн, и завернули в университет, и заехали в студенческий городок, и остановились около неприметного коттеджика, в котором жил один из преподавателей этого университета. Имя, фамилия, по большому счету, мне тогда ничего не говорило о нынешнем президенте господине Левице. Это был он. Это был он, конечно. Это был интересный коттедж, интересный такой холл, обставленный книгами, раскрытыми журналами, и я увидел, что это действительно такой преподаватель, может быть, даже в будущем профессор, именно немецкий, германский профессор, как бы, в хорошем будущем понимании этого слова. И, ну, разговор, когда мы разговаривали за ужином, а потом и остались ночевать, то разговор, конечно, касался больше Латвии, то реальных, а это лето 92-го года, фактически, вот эти все перемены в Латвии шли полным, полным ходом. Я думаю, что в данном случае было очень важно то, что, наверное, о чем говорили нынешний президент и Юрис Бойерс потом уже в течение, как бы, всей ночи, потому что мы, к сожалению, не были с Юрисом Розенвалдом свидетелями этого разговора, а скромное жилище даже не позволило нам ночевать в этом доме, мы просто разбили палатку под вековой елью около этого коттеджика. А чаю-то он вам налил? Ну, наверное, я сейчас не помню, насколько, ну, я думаю, что насчет чая и сахара, я думаю, что обижены не были. Сейчас, конечно, это стерлось уже в памяти. Но интересно, что я просто для себя отметил, когда через пару месяцев этот преподаватель Бондского университета уже приехал в Латвию и активно участвовал во многих, и стал активно участвовать, и потом, может быть, Сергей уже больше расскажет о том, как он уже и стал в скорости министром юстиции после 93-го года и стал самым активным образом участвовать в работе, участвовать в латвийской политической жизни. Это, может быть, вот такие воспоминания о прошлом. То есть Боэрс именно тогда его уговорил, как вы считаете? Я думаю, что тогда шел разговор именно об этом. Об этом и вообще надо сказать, что Юрис Боэрс, который не только все эти, значит, ученые, значит, степени, которые вы, Люси, упомянули, его предыдущая работа и чекистское прошлое, и офицер контрразведки, он действительно был выдающимся политиком и очень жалко, может быть, совершенно и латвийская политическая жизнь пошла немножко по-другому, если люди уровня Боэрса тогда не были отодвинуты от политической жизни. Она бы пошла по-другому, если бы их не отодвинули. Она верна. Сергей, вы хотите что-то сказать? Если... Поправить. Да, добрый день. Не поправить, а добавить. Ну, как в качестве такого лидического отступления, продолжая эту тему, действительно, с Юрисом Боэрсом возникла очень конкретная ситуация. Она как-то при мне происходила. Он был единственным человеком, то есть сейчас прошло большое количество времени, списки у нас вот они в интернете смотри, хочешь не хочешь, мы видим там огромное количество фамилий. Но вот Юрис Боэрс был единственным человеком, который признался тогда, что он сотрудничал с КГБ. Ну что, он же был кадровым человеком, кадровым офицером. Как бы сказать, был кадровым офицером, да, но большое количество людей, которые мы списком видим сейчас, и которые очень долгое время занимали много постов и так далее, они все промолчали. Он был единственным. И тогда был сделан так называемый закон Боэрса. Специально для него была включена определенная формулировка, и я согласен с коллегой, то, что очень талантливый человек, один из человек с таким очень живым умом, я достаточно много, в то время работал руководителем пресс-службы парламента, как раз вот того самого, мы с ним взаимодействовали, и он часто его приглашал на интервью, и один был из самых ярких таких людей, и вот его в какой-то момент вот этим специальным законом, условно говоря, отодвинули. И этот момент как раз создал такую очень глубокую обиду, потому что это на самом деле человек был готов много делать для страны, и вот таким образом был отодвинуться. Я думаю, что сам материал, который вначале был зачитан, во многом продиктован, пусть Эксен Боэрс меня простит, именно той накопившейся обидой, которая незаслуженно в большой степени была нанесена, потому что исходя из того, что я видел и как он работал, это был человек без сомнения, скажем так, очень латвийский патриот, назовем так. Но возвращаясь тогда... Если говорить об этой ситуации, то мы, наверное, имеем дело с какой-то неблагодарностью именно со стороны Левита, потому что я вот изучала документы как раз об этом законе Боэрса, так называемом, который он оспорил в 2006 году лично вместе с депутатами Сейма в Конституционном суде, и тогда Конституционный суд рассматривал в том числе и мнение Левита по этому поводу. И это мнение было такое, знаете, обтекаемое. Если Сейм в своем заключении для суда указал, что нужно оценивать конкретного человека, его, так сказать, деятельность в период восстановления независимости, после этого, а не только то, что он был или не был связан с КГБ, то Левита ограничился такими очень скользкими формулировками и, собственно говоря, не вступился своим авторитетом за своего, так сказать, ну, можно так сказать, крестного отца в латвийской политике. Может быть, с этим было связано его такое, ну, Я бы здесь добавил, Люся, еще о том, что не надо забывать, что Юрис Бойерс ввел латвийскую политику и других известных очень людей, да. Надо вспомнить, как 20 лет назад он за руку, буквально, это многие помнят, привел пожилую женщину на заседание комиссии парламента в цветастом, в цветастой блузочке, вот, и это было никто иной, как Ваэрити Фрейберга, который мало кто-то знал тогда среди широкой общественности, вот, и он пытался, и многие вот эти вот, как бы, его шаги... Ну да, и он тогда, когда мы разговаривали в начале 90-х, он не скрывал об этом, он говорит, я получил лучшее образование империи, и, наверное, высшая школа КГБ, это, наверное, один из тех, действительно, вузов, которые, действительно, готовили людей с аналитическим мышлением, стратегическим возможностям взглядом на будущее. И в этом смысле, конечно, люди, которые тогда, вот, юристы, может быть, продолжая Сергея говорить о том, что не только Юрий Бойерс, например, Илмарс Бишерс, который был, наверное, тоже выдающийся юрист, который, может быть, на голову выше нынешних юристов, но у него, как и у того же Юриса Бойерса, был негатив. Он был председателем, как я помню, Совета национальности Верховного Совета СССР. А надо было найти человека, у которого была, как раньше говорили в советское время, чистая анкета, без какого-то связи, как сейчас приятно говорить, с оккупационным режимом. Но на самом-то деле, была Латвия в тот момент, в начале 90-х годов, многие люди, прежде всего юристы, были действительно выдающиеся взглядом, с перспективой, с рассмотрением, и они могли говорить, может быть, о будущем Латвии, не просто как о составной части, как мы сейчас, составной части Европейского Союза, а как о стране, которая могла бы строить свою собственную политику, даже в рамках ЕС. Хорошо, дорогие радиослушатели, мы сейчас прервемся на новости и рекламу. Я вижу, что есть звонки в студию. Пожалуйста, не оставляйте своих усилий дозвониться, мы обязательно выслушаем вас, ответим на ваши вопросы, выслушаем ваши комментарии. Буквально через 5 минут мы вернемся в студию, не переключайтесь. Спасибо. Добрый день еще раз. Продолжаем обсуждать личность и мифы о нашем президенте Эгеле Левице. И сейчас у нас есть звонок в студию, давайте мы послушаем нашего радиослушателя. Слушаем вас в эфире. Алло, господа, вот сейчас исходя из вашей информации, которую мы с большим интересом прослушали, мы можем уже не сомневаться, что все, что касается так называемой независимости и свободы Латвии, это и есть кухня определенных группировок КГБ. Спасибо. Ну, знаете, тут я могу сказать, что тут мнения могут разделиться. Одни скажут, что независимость это кухня группировок КГБ, а другая скажет, что независимость это кухня группировок ЦРУ. Потому что буквально сегодня я вот изучала опять в очередной раз биографию нашего премьер-министра Крейшини Сакариньша и в Википедии на английском языке обнаружила данные о том, что оказывается в 90-м году он получил крупный грант на изучение русского языка в Ленинградском университете. И он вот рассказал газете Латвии из австралийских латышей о том, как он приехал в Ленинград и он как раз в тот момент переименовывался в Санкт-Петербург, как он изучал русский язык. Вот, так что эмиссаров тоже готовили, знаете, на стипендии Фулбрэйта нашего Кариша выпустили. Здесь, наверное, надо бы сказать, что жизнь была бы слишком неинтересна, если бы она так была просто бы. На самом деле, жизнь гораздо сложнее и гораздо интереснее, чем просто теория заговоров. но это мы говорили только от того, что действительно школа подготовки в то время на уровне КГБ она действительно была, ну, наверное, лучшая, то, о чем говорили. И здесь, наверное, просто надо, что называется, снять шляпу перед вкладом Юрия Бойерса. Не зря я сказал, что, может быть, многие наши аспекты нашей жизни пошли бы по-другому, если бы такие люди не были отодвинуты в сторону благодаря того, чтобы избежать этой конкуренции. Я напомню, что у нас в студии сегодня первый пресс-секретарь правительства, который был сформирован уже как кабинет министров, а не как совет министров, это Сергей Анцупов, и он сегодня возглавляет Институт национальных ресурсов Латвии, и директор Балтийского форума Александр Васильев. А обсуждаем мы мифы и личность нашего президента Эггела Левита. Итак, мы в предыдущей части программы вспомнили о том, как появился Левитт на нашем политическом небосклоне. И отметили, что одним из инициаторов его привлечения был как раз Юрис Бойерс. Буквально в те же начале в тех же начале в тех же начале 90-х годов был создан такой клуб 21 неформальный, который объединял политиков, предпринимателей, творческую интеллигенцию, и вот как раз Сергей Анцупов был причастен к созданию этого клуба, и Эггел Левитт тоже в нем был. Какова была роль этой организации и его лично в те начальные периоды формирования латвийской государственности, Сергей? Да, это очень интересный вопрос, на который с удовольствием отвечу. Перед этим хочу сказать только одно, что на мой взгляд значение того, что Эггел Левитт стал президентом Латвии, к данному моменту еще экспертами достаточно реалистично не оценено, я надеюсь, что мы позже в передаче к этому вернемся, потому что, на мой взгляд, это, я бы сказал, некое очень удивительное и уникальное событие у нас, исходя из достаточно большого количества факторов. Но, возвращаясь к клубу 21, клуб 21, сегодня образ его, имидж, который существует, ну, так вот, люди собрались, посидели, потом, значит, захватили власть, и потом следующий там бизнес, какие-то отношения бизнеса, и политиков, и так далее, и так далее. Масонской ложи. Да-да, и такое, может быть, с таким неприятным привкусом. Я должен сказать, что в клуб 21, скажем, в своем первом варианте, или в первой части своей деятельности, совершенно, не просто уникальная организация, но она совершенно отличается от того имиджа, который сейчас у него есть, ну, исторического. Ну, разве латвийский путь не вышел из фактических школ. Вот расскажу, расскажу. так как один из тех людей, которые записаны в основателе, основатели, все знают, что это Янис Круминч и Индолис Берзинч, это действительно так, но там еще была целая группа людей. Это была уникальная организация в чем? В том, что это организация из трех частей, представленных очень мощно с одной стороны, и с другой стороны достаточно равноправно, но именно из трех частей. То есть, одна часть это политики ведущие, вторая часть это люди бизнеса, скажем так, предприниматели, ну, вообще-то все, что связано тогда, это были коммерсанты в большей степени, скажем так. Крештапанс и другие. Много, в том числе таких разных, но была третья часть, и эта третья часть, она была не менее представлена и не менее имела веса. И это были, ну, назовем так творческие люди. Я надеюсь, что я там был именно с этой стороны. То есть, это были знаменитые поэты и композиторы. И то, что проходило в клубе 21, что называлось, вот так посидели, поболтали, на самом деле опробование различных идей развития в контексте совершенно разных сред, то есть творческих людей, среды, среди политиков и среди бизнеса. А какую роль там Левит играл? Я не могу сказать, вот именно, чтобы он играл там именно такую какую-то основную центральную роль, ни в коем случае. Он был, я думаю, что Левит без сомнения был как один из, ну, скажем, просто таких перспективных ведущих политиков. и нужно сказать, что клуб 21, который, официальное название Европа 21 веке, да, Европа 21, на каждом создании у нас был такой серьезный доклад, и достаточно было много контактов с Европой, то эта европейская ориентация, она, в общем-то, оттуда в том числе идет. То есть, Левит у вас озвучивал точку зрения Европы, будучи европейцем именно в кругу том, что называются влиятельные политики, может, активные люди, которые занимаются активной политической жизнью, да, но в этом смысле вот эта первая часть действия клуба 21, на мой взгляд, не просто уникальна, но и очень позитивна для развития страны. Примем звонок, у нас есть звонок. Добрый день, говорите в эфире. Что-то не получилось. Ладно, хорошо. Возвращаясь к тому, что я в самом начале сказал, что недостаточно реалистично оценено это событие, то, что Агилл Слевиц стал президентом. Давайте рассмотрим несколько таких фактов, которые в частности не назвали. Представьте себе, что у нас есть человек, который доход которого около 300 тысяч в год. условно говорят, 1000 евро в день. Это делало его одним из самых высокооплачиваемых европейских чиновников. 1000 евро в день. Представьте себе, что человек отказывается от такой стабильной карьеры, от таких доходов. Понятно, что доходы на посту президента это несколько тысяч, но это в месяц, а не в день. То есть, что это значит? То есть, он не за деньгами сюда приехал. Как говорил, это жжж неспроста. То есть, насколько сильная должна быть внутренняя мотивация у человека, что вы много знаете таких людей, которые от 1000 евро в день готовы отказаться? Я не знаю, я боюсь, наши радиослушатели просто не понимают, о чем. Для многих радиослушателей в месяц получить 1000 это очень много. А тут мы рассказываем, когда люди, я не думаю, что наши президенты это уж такие уж бедные несчастные замученные, замордованные жизнью. речь идет, понимаете, в чем дело? Я говорю о том, что у человека очень сильная мотивация. Честолюбивые, да, честолюбивые заряды. Насчет честолюбивые или какое еще другое, это мы подойдем дальше. Это первый вопрос. Второе, очень важный аспект, который связан, заключается в том, что условно говоря, 20 лет человек был судей, сначала Европейский суд по правам человека. Мы уже помним, что Латвия достаточно часто там проигрывает. Европейский суд тоже срок достаточно большой, сколько он там присутствует, и это человек-судья. Например, человек-бизнесмен, там схемы, там все организуем, там ля-ля-ля-ля-ля, это один подход. Но если человек имеет опыт 20 лет, 20 лет судьи, что это значит? Тем более на таком уровне, на уровне, ну я сейчас говорю абстрактно на таком уровне, но уровень требует очень детального разбирательства, необходимости вникать в дела. Это очень ответственная работа, которая требует определенных качеств. До сих пор, вот ни первого случая у нас в нашей политике не было никогда, ни второго случая не было никогда. Третье. То есть у него есть уникальные аналитические компетенции? В том числе и это. В том числе и это. Я помню еще, когда он был именно министром юстиции, в то время, когда было правительство Бирковса, я там тоже работал в пресс-центре, то он всегда внимательно разбирался, и это очень важно. И я считаю, что это, то есть в этом мы имеем человека с таким достаточно большим потенциалом. Сейчас сложно сказать, куда это приведет, но то, что потенциал большой, это очень. Следующая вещь, которая очень важна, на мой взгляд, мне вот важно, что этот человек независимый от, не от одной политической партии и вообще от всей политической элиты в Латвии. Несмотря на то, что преамбула, как-то немножко касались этого вопроса, и что национальное объединение как-то очень активно его в свое время продвигало, но это по факту опять же тысяча заработок, тысяча евро в день, плюс давно же имен в Брюсселе и так далее, и так далее, в Европе, то есть у него достаточно большая дистанция, то есть со стороны политического давления он спокойно его как бы и сейчас сдерживает и будет сдерживать. Следующий фактор, опять же, благодаря экономической стабильности человека, то есть мы не видели каких-то фактов, как-то он мог бы быть подвержен влиянию каких-то экономических групп или группировок. Коррупционных рисков. Это тоже вопрос, вот как бы сказать, он очевидно такой. И может быть последний, потому что я может быть довольно много мог бы еще приводить примеров, но последнее, что я хочу сказать, это то, вот такой мини, не знаю, скандал или что-то вроде того, ну не скандал, но такой пункт очень яркий, такая изюминка. Люди обратили внимание, что он не упомянул Карлиса Олманиса как президента Латвии в своей речи. И позже, позже, как юрист вполне исправленный, позже, в прямом, прямо задали вопрос, а что это такое? Как же Карлиса Олманиса? И тут наш президент спокойно, четко говорит, Карлис Олманис, ну, я сейчас не помню точную формулировку, как Юрий сказал, очень точно, но не был избран, не в соответствии с отверстом стал президентом. И поэтому я, соответственно, его так вот, я не являюсь его фанатом, Карлиса Олманиса, но отношусь с огромным уважением, он как премьер-министр, и так далее, и так далее, с огромным уважением, а у журналистов глаза квадратные, они говорят, так вы что, теперь патриет его снимите, как это из резы. это нет, зачем, я знаю, что с огромным уважением, ну, наверное, мой какой-то комментарий. О чем это говорит? Почему я рассказал эту историю? Потому что это говорит о том, что человек не просто способен мыслить, ясно, но он, как бы, существует определенная принципиальность и четкость, и я бы сказал бы, что это, такое вот слово, я бы назвал бы смелость, что очень нехарактерно для нашей политической среды вообще. И вот по сумме вот этих разных факторов, которые я назвал, наверное, потому что я не слышал, чтобы это звучало, но на мой взгляд сегодня мы имеем совершенно такого нетипичного человека для латвийской политики на месте президента, и это возможно приведет к очень серьезным изменениям. Потому что первое, что он сказал, наша главная проблема – это неравенство. А в чем проблема? Дело в том, что слишком свободный капитал, а другие вещи… И я так слушаю, думаю, вот это да, это, как бы сказать, это настолько серьезные, фундаментальные, глубокие такие заявления, которые сейчас, как-то люди больше о каких-то мелочах думают. Мне так и подмывается поспорить с Сергеем. Хорошо, мы сейчас дадим слово радиослушателям, пусть они поспорятся. Добрый день, вы в эфире, говорите. Добрый день, ну вот все, что вы говорили, как бы интересно, но реальность сегодняшнего дня в Латвии, то есть, что решат, ну это к небольшим преувеличениям, но это правда же, наверное, что решат шноры с Домбровой, то и будет. И вот Левец при тысяче в день в прошлом, при вот всех его достоинствах, которые вы перечисляете, что он по существу может сделать против вот здесь двухобщинного разделения и вот этих деклараций. Все говорят правильные речи, лозунги, это уже 30 лет мы слышим, а по существу это шноры, весолник, спасибо вам большое за вопрос, сейчас мы попросим ответа. Я согласен как раз, согласен с Теисом Александром, что он сказал, что мир не настолько прост, то есть, мир действительно сложная система, много разных сил воздействует и в конце складывается некий суммарный вектор. А вы реально думаете, что именно неравенство русских и латышей или наоборот латышей и русских будет в повестке дня президента? Нет, он сказал другое неравенство. Он о социальном неравенстве, наверное, говорил. Ну да, социально-экономическое эту часть он имел, без сомнения. Но большинство людей, которые долго живут в Европе, они немножко по-другому смотрят на ситуацию здесь у нас, чем те, которые живут внутри. Я имею в виду в том числе политиков. Они смотрят по-другому, потому что европейские стандарты в том числе и как они думают об этом, какое отношение и, я не знаю, такое общее, что ли, канва, она другая. Ну реально, мы видим сегодня такое правительство, мало дееспособное, которое впервые там за историю существования полным составом ушло в отпуск, чего никогда раньше не было, и которое вообще за восемь месяцев своей работы практически не приняло ни одного решения. Я нормально в нашей стране. Программа называется «Подоплека», поэтому поделюсь, как же правильно это сказать, поделюсь… Инсайдом. Да, да, да. Таким, по поводу как раз этого вопроса отпуска. Дело в том, что когда ясны цели и ясно, что делать, то тогда обычно правительство заседает даже не один раз в неделю, обязательное заседание, но время от времени создают по два, потому что слишком большие повестки дня, очень сложно работать, то есть очень большой поток документов, ну что очень много нужно менять. И это так оно и есть. А когда этого нет, то тогда и возникает ситуация, что на самом деле это… Делать нечего им. Да, то есть такой ну как бы список решений, которые нужно применять, он не настолько большой. Потому что правительство в основном занимается чем? Оно принимает решения. То есть у нас так все хорошо, что ему делать нечего, и он может спокойно отдыхать. Так, как полгода. Они равен, что пусть левят, и поучраняются. Пытались создать правительство, и это было достаточно сложно, то понятно, что создать некую согласованную политику в том… В той коалиции, которая есть. Компот, борщ, как хотите, то есть в том разношенном кабинете, который сегодня присутствует, где как это, ну просто совсем, даже не просто идеологически, я даже не знаю, ну как эта компания, которая сегодня там, она очень сложная, то без сомнения это займет намного больше времени. Я бы все-таки вернулся бы к левицу. С удовольствием. И вот когда Сергей так расписал его достоинства, мне почему-то вспомнился старый советский анекдот про начальника ГАИ, который уходил на пенсию. Ему спрашивают, там шикарная машина, дом или шале где-нибудь в Норвегии, или в Швейцарии. Он говорит, нет, подарите мне городской перекресток один, поработаю хоть на себя родного, хоть немного, хоть на пенсии. Все очень хорошо, да, это действительно так, и возможно очень хорошо, что вроде как проблемный кандидат стал президентом. Посмотрим, что будет через 10 дней, через год. Я уверен, что Люся нас позовет и потом включит то, что мы здесь наговорили. Ну и прокомментируйте, дорогие господа, что было и что получилось. Но я бы здесь сказал, что меня волнует не только каков хороший человек президент, но меня будет волновать в первую очередь вопрос, какая команда у него будет. Потому что хорошо известно, что короля играет свитом. И вот тут-то я как раз прошло уже время, но по большому счету я от не слышал, чтобы вот сформирована была та команда, вот как в том же абсолютно Сергей Прав насчет того же Клуба 21, где были очень сбалансированные и политики, и предприниматели, и творческая интеллигенция. Кстати, она сейчас выключена вообще, ее голос абсолютно не слышен. И люди активные, которые мыслят на перспективу, и которые способны иметь свою точку зрения и действовать. Кроме казучницы, по-моему, я сейчас не слышал никого, кто станет советником президента. И будет ли это, будет действительно Дарпспейга команда, вот о чем идет речь. Работоспособная команда. Команда, которая будет действительно, будет действительно хорошим помощником. А то, что президент имеет, о чем Сергей правильно сказал и анализировал первое выступление, имеет свою точку зрения, но только от этого будет зависеть, способен ли он ее отстоять в борьбе с Кабинетом министров и с парламентом нашим. А там проблем, слава Богу, хватает. Я бы еще добавил, что и сегодняшний парламент, и сегодняшний Кабинет министров, это и сегодняшнее положение страны, когда экономическое развитие замедляется, у нас уже уровень нашего роста экономики меньше, минимального, который нам необходим, чтобы мы, как правильно сказать, чтобы под воду не уходили. Ну, то есть, вы знаете, да, то есть, 5-5,5% это тот минимум, на котором мы остаемся как бы на том уровне, когда, ну, в контексте общего европейского. Чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. Да, да. Если у нас 3,5%, последний прогноз был 3%, увеличение, да, ну, увеличение объема экономики, роста, значит, у нас уже идет дисбаланс вниз. И, без сомнения, я не очень, как же правильно сказать? Мы не догоняем, а, наоборот, все больше отстаем от следующих стран. То есть, это вот буквально последние там полгода, год ситуация поменялась, потому что до этого был рост, он вырос, и он был нормальный, ну, плюс-минус. Но ситуация заключается в том, что сейчас, то есть, это реально по-настоящему очень сложная ситуация. Это непростая ситуация. Я желаю всем, и президенту, и парламенту, и правительству, очень внимательно обратить внимание на это. Потому что то, что какие-то абстрактные экономические цифры, вроде как они поменялись, и вроде как мы ничего не чувствуем, но проблема заключается в том, что эффект от этого на многие года. За месяц поменять эту вещь невозможно. Здесь стоит сказать о том, что сама структура Кабинета министров, какая она у нас сегодня есть, это во многом изобретение или инициатива нынешнего президента Эгела Левита, и о том, как это делалось и создавалось, и какую реально роль может сыграть президент Левит в нашей политике на перспективу. Мы поговорили с его премьером в его годы в Министерстве юстиции Валдисом Бирковсом. Эта беседа уже состоялась, и мы предложим ее внимание радиослушателей в следующий четверг в программе «Подоплека», в которой мы продолжим изучать личность и достижения нашего нового президента Эгела Левита. Ждем вас в четверг в 12 часов на радио «Болтком». А сегодня я благодарю за участие создателя клуба «21», директора Института национальных ресурсов Сергея Цупова и директора Балтийского форума Александра Васильева за их участие в нашей программе о президенте Эгеле Левите. А у микрофона была автор и ведущая программы Людмила Прибыльская. Ждем вас в следующий четверг в 12 часов на радио «Болтком». Всего доброго!